В этом году с отменой антиковидных мер, отдых в пришкольных лагерях у ребят насыщен на события. Каждый день традиционно начинается с линейки, на которой дети узнают план предстоящих мероприятий. Если в прошлые годы они находились только на территории школы, то сейчас их досуг разнообразен. Развлекательная программа ребят в этом году достаточно разнообразна и расширена. Ребята посещают огромное, много очень музей, выставки всевозможнейшие. Ребята посещают учреждения дополнительного образования, они посещают спектакли. Дом детского творчества нам в этом году организовал несколько спектаклей на безвозмездной основе для наших лагерей трудовых. Мы им очень благодарны. Станция юных техников, робототехника. Кроме этого разработана программа познавательного характера, где с ребятами работают инспекторы различных структур жизнеобеспечения. Сегодня к ним в гости пришел сотрудник ГИБДД. Запомните, велосипедисты. Самое большое нарушение в праве должного движения у велосипедистов, это когда они на велосипеде переезжают, проезжают через дорогу по пешеходному переходу. Это дело запрещено. Нужно спешиться с велосипеда, по-русски говорят, слезть с велосипеда и в качестве пешехода перейти по пешеходному переходу. Понятно? Запомнились все. И до 14 лет детям запрещено выезжать на проезжую часть дороги. Накануне все желающие приняли участие в написании письма, адресованного водителем, с просьбой быть внимательными за рулем. И при поддержке инспектора юидовцы вручили их автолюбителям. Добрый день. Мы сейчас проводим акции с вида среди этой школы и вручаем водителям письма и на пустые девочки. Не забывайте, что на дорогах едете. Почитайте письма. Это особенно актуально в летних периодах, потому что на дорогах очень много детей появилось. Поэтому соблюдайте правду движения. Особенно при проезде пешеходной переходы. Хорошо, всегда соблюдаем. Практически во всех лагерях оздоровительный отдых сопровождается различными викторинами, экскурсиями и спортивными мероприятиями. Но есть школьники, которые продолжают учиться и с удовольствием посещают уроки естественных наук. Здесь ребята получают новые знания и помогают им в этом учителя профильной смены при школьном лагере номер 11. Сегодня мы с вами рассмотрим еще изменение окраски, значит, качественную реакцию на крахмал. Посмотрим, что реактивом является йод. Вы увидите в результате синее окрашивание. Этот опыт вам покажут демонстрационно. То есть часть опыта мы с вами, как всегда, выполняем демонстрационно, показывает лаборант Татьяна Георгиевна. А часть вы выполняете сами. На протяжении 15 лет в нашей школе действует программа, которая называется «Зажги звезду». Это программа работы с одаренными детьми. А в течение 5 лет эта программа осуществляется и в рамках оздоровительного лагеря. То есть у нас существует профильная смена. Но прежде всего профильная смена – это не те уроки традиционные, к которым мы привыкли. Это именно совместная работа талантливых преподавателей и талантливых детей. Дети раскрываются совершенно по-другому. Дети проявляют свой талант, дети показывают свои способности и подходят к каждому проекту, делу очень творчески. Кроме изучения естественных наук, ребята принимают участие в различных брейн-рингах, викторинах, тренингах. И получают от этого позитивный настрой и хорошее настроение. Я сюда попала, потому что мне стало интересно изучить что-то новое и более важное для моей жизни. Здесь я столкнулась с новыми познаниями психологии, истории нашего города. Мы посетили разные музеи, выставки, где мы узнали что-то еще более интересное, познание, что могло сподвигнуть некоторых людей на будущее связать своей профессии. Я также попала сюда, потому что мне было интересно узнать что-либо новое, подчеркнуть новые для себя знания, потому что здесь интересно и весело. Также воспитанники профильной смены продолжают участвовать во всероссийских олимпиадах, победители которых отправляются на отдых в Артек. Остальным по завершению программы вручают дипломы за активное участие в различных мероприятиях. Иван Апажинцев, Владимир Чекунов, Азов.Инфо